Всё-таки хорошо, что женщины есть. Что бы мы делали без красоты? Да поубивали бы друг друга. Спорю, кто из нас красивее. Да что тут спорить, конечно, борода. Друзья, в общем, я надеюсь, никто из нас по поводу красоты не заморачивает. Я надеюсь. Так нам в этом плане, в общем-то, всё-таки повезло. Да, конечно. Что у нас? С утра встал, зубы почистил, глазкой капелькой воды протёр, и ты бодр и свеж. И времени потратил всего пять минут. Но кто-то, я смотрю, и на бритье время экономить. Куда сложнее девушкам. Ведь, как говорится, красота требует жертв. Так было и так будет всегда. Чем чаще смотришься в зеркало, тем больше вероятности увидеть там чёрта. Это выражение в Средневековье носило буквальный характер. Тогда дамы пользовались свинцовыми белилами, которые так портили кожу, что к 30 годам женщина могла выглядеть как старуха. И всё же представительницы прекрасного пола вновь и вновь шли на жертвы. Например, для того, чтобы чело прекрасной дамы напоминало благородный купол Флорентийского собора, расставались практически с третью шевелюры над олбом. Не все обладали столь высоким челом, поэтому приходилось, как и Елизавете Английской, проходить через весьма жуткие процедуры и выжигать часть волос негашённой известью. А чтобы лоб казался ещё более высоким и целомудренным, то выщипывали брови. Лицо, лишённое бровей, меньше выражало эмоций. И с одной стороны напоминало ангела, с другой соответствовало античному идеалу. Ничего сверх меры. В другие времена модницы, чтобы сохранить прическу, спали сидя, поскольку услуги тупейных художников, то есть предшественников современных парикмахеров, были дорогими, а работа длительной. Богатые дамы мастеров держали при себе, точнее, в клетке своей спальни, из которой выпускали тупейного мастера, причесать и подправить укладку. В 17 веке в погоне за модой можно было и сгореть. И всё из-за указа чопранных англичан. Если женщина с помощью фальшивых волос, зубов, накладных ресниц, каблуков и накладного бюста соблазнит мужчину и склонит его к замужеству, после разоблачения обмана такие персоны будут караться, как ведьмы, а брак будет считаться недействительным. Тюменские красавицы за модой следили, но на большие жертвы не шли. Разве что корсеты доставляли неудобства. Кстати, вот так выглядит китовый уз, который сковывал пышное тело стальными объятиями. А ещё тюменки прятали лица под зонтиками, чтобы сохранить белизну. И особенно тщательно наводили красоту перед балом. Чтобы, допустим, сделать локоны, пользовались щипцами, которые нагревали, либо над пламенем свечи, либо клали на печь, чтобы они разогрелись. На завивку и укладку ходило много времени, благо на балы ходили не часто. А потому времени, чтобы передохнуть от канонов красоты, хватало. Наталья Жукова, Сергей Мякишев, Сибинформбюро.